Разбитые подъезды, грязные дворы, свалки и невыполнение государственных программ. С этими проблемами хорошо знакомы жители Садвака и прилегающих населенных пунктов. Люди поделились на болевшем с главой республики. Он взял ситуацию под личный контроль о болевых точках Приморского города в материале Дмитрия Попова. Елена Джелялова работает дворником. Убирает участок по улице Гагарина 5. Так как двор проходной, хлопот хватает. Прохожие оставляют тут... Бутылки, окурки, много окурков очень, бумаги. Рядом школа. И здесь видны следы юных хулиганов, а то стену утепляли год назад. Уже нуждается в обновлении. Школьники просто брали и оббивали, ногами били. Чтобы избавиться от нежеланных гостей, жильцы установили забор. Решали вопрос через управляющую компанию. Обошелся 49 тысяч, установили его в январе месяце. Но в администрацию поступила жалоба и двор опять стал проходным. Оказалось, есть проблема. Чтобы ее решить... Все придомовые территории должны быть поставлены на кадастровый учет и переданы в общую долевую собственность граждан. Этот процесс может занять около года. Кроме того, жители первых этажей жалуются. Их постоянно потапливают. Во время дождя в помещениях все пропитывается влагой. Стереют стены, отваливаются. У нас штукатурки уже нет. У нас как песок все сыпется со стен. Рядом с домом оливневки нет. Все осадки стекаются под здание. Люди не раз обращались в администрацию судака. Обещают помочь год за годом, год за годом. И так уже 20 лет. Много вопросов у местных жителей вызывает и состояние подъездов. В этом последний раз ремонт делали минимум лет 10 назад. Нет информации, какой размер платы и какие услуги получают собственники квартир в этом доме. Ну а качество уборки мы можем увидеть непосредственно здесь в подъезде. Подобная ситуация и в соседних домах. А в этом подъезде ремонт сделали. Правда стекла здесь есть не везде. А это значит, что когда будет отопительный сезон, топить будут улицу. Хватает проблем и за окном. Есть вопросы к качеству уборки двора. Детской площадки нет. Егор и Кирилл нашли выход из ситуации. Организовали вот такую кухню. Мы сейчас шлиф жарим. А это уже улица Яблоневая. В доме номер 6 козырек над крыльцом вот-вот упадет. Сюрпризы ожидают и внутри. Выход на кровлю открыт. Дверей нет. Крыша протекает. Подъезд периодически затапливает. Вот капает. Вот это место, которое примыкает. Затекает сюда и течет вот угол туда. А это уже новый свет. На улице Шаляпина 7 реализовывали программу «Комфортная городская среда». Установили детскую площадку. Но детей здесь без присмотра оставлять опасно. Они бегают, играют в догонялки. А здесь посмотрите, как опасно. Нет ограждения. Это не единственное ограждение, которого здесь не хватает. Есть площадка для сушки белья. Но и тут допустили ошибку. Пыль одна. Вот смотрите, ветер. Вот. Видите, что получается? Это разве... Можно на бельевой площадке такое вот делать? Чтобы участвовать в программе, люди собирали деньги на проект. Его цена 175 тысяч рублей. В администрации пообещали. Проконтролируют, чтобы все работы были выполнены до конца. Ограждение сделают за счет местного бюджета. Выделят 4 миллиона рублей. Если будет возможность, то в этом году как бы все эти недоработки мы планируем завершить. Выезжаем за пределы города. Место антидосопримечательность. Свалка в районе села Краснокаменко. Жители жалуются на запах. Источник вообще-то антисанитарии, честно говоря. Потому что пакеты, допустим, от солнца разлагаются, трескаются, а содержимое, содержимое, оно начинает гнить. Свалка образовалась тут еще в советские годы. Планировалось, что это временная необходимость. И не убирается, кем она убирается? Ситуацию усложнили сильные осадки, которые были в 2017 году. Потоки размыли мусор. Он покрыл несколько сотен метров вдоль леса. Изначально на рекультивацию свалки планировалось потратить 33 миллиона рублей. Приезжали с новым министром ЖКХ. Ну и все мы воочию увидели, что эта сумма в размере 33 миллионов, она просто ничтожно мала. Однако отходы сюда свозить продолжают. Однажды нарушителей закона задержали. Это оказались представители местной муниципальной компании. Были приняты меры реагирования, вплоть до понуждения вывести те отходы, которые документально мы смогли подтвердить, которые они там вывезли. Предприятие штрафовали на 150 тысяч рублей. Ликвидировать свалку планируют уже в этом году. Дмитрий Попов, Иван Евдокимов. Новости 24. Судак.